Сегодня в Весенке Северодвинской итоги недели. Гонки на льду чуть не привели к трагедии. Под воду ушел внедорожник. Рыбаки такой дурочкой не будут заниматься. Лопаты заменили на снежные фонтаны. Тротуары будет чистить новая техника. Также купил трактор-погрузчик фронтальный, тоже на базе Беларуси. На носу крещенские морозы. При каких температурах в школу идти не стоит. Отменяются занятия или не отменяются. Этих сообщений ждать не надо. Лыжи есть, но не для всех. Некоторым ученикам школа предоставить инвентарь обязана. Я забыл лыжи. Можно мне получить? Подольтом оказалась первая жертва этого года в эфире Весенк Северодвинской. Итоги недели с обзором наиболее заметных и ярких событий, уходящих с 7 дней. В студии Анна Бибикова, здравствуйте. Утопающий в заливе реки Параниха объект заметили жители бульвара Строителей 5. Под лед там угодил автомобиль. На место срочно выехали водолазы. Как машина оказалась наполовину в воде и кто ее хозяин, вместе со специалистами пыталась выяснить наша съемочная группа. Переоблачаться водолазный костюм в 17-ти градусный мороз пришлось сегодня северодвинским спасателям. Тревогу забили жители 5-го дома по бульвару Строителей. В 200 метрах от берега залива реки Параниха под воду начал уходить внедорожник Нива. Скорее всего автомобиль оказался в воде из-за того, что приблизился к опасной зоне. В этом месте проходит фарватер, о чем свидетельствует установленный здесь буй. Осмотр места происшествия специалистами показал людей в салоне и рядом с автомобилем нет. Выезд на лед запрещен повсеместно по Северодвинску. У нас нет оборудованных переправ для того, чтобы машины выходили на лед, и выезд на лед запрещен. А насчет выхода людей на лед, да, конечно, выходить на лед можно. Полиции теперь предстоит установить личность владельца автомобиля. Каким образом извлекать авто из ледяных оков – решать ему. За выезд на лед хозяину транспорта грозит и штраф от 500 до 2000 рублей. Анна Бибикова, Семен Тарасов, Вестник, Северодвинска. О чистоте тротуаров в нашем городе позаботятся сразу четыре новинки. Мультикар, фронтальный погрузчик, трактор и уборщик снега. Один из пяти муниципальных подрядчиков обзавелся новой техникой. Она уже начала упрощать жизнь специалиста, а заодно и пешеходом, как проверила Наталья Аскерко. Прошелся вот таким снежным фонтаном по улице, сразу красиво и чисто. Ежедневно небольшой агрегат трудится на нескольких мостах Северодвинска. Накануне его приобрел один из подрядчиков, отвечающих за чистоту так называемых топов в территории общего пользования. Экономит и силы, и время работников. С девяти где-то до одиннадцати. Два часа. С двух сторон по чистому. А раньше после обеда еще приезжали. Защищают капюшон, но есть еще маска специальная. Кстати, управлять машиной действительно не так уж и сложно. Главное убрать подальше трубку. А дальше можно чувствовать себя организатором настоящего снежного фонтана. Куда в более сухих и теплых условиях работают водители тракторов. Две таких единицы тоже пополнили ряды уборочной техники подрядчика. Теперь тракторов «Беларусь» у РСОД четыре. Еще один фронтальный погрузчик занимается уборкой валов у пешеходных переходов. По требованию ГИБДД чисто должно быть в радиусе шести метров. Сложности возникают только тогда, когда погодные условия нам мешают. То есть снег валит, валит, валит. То есть сложности возникают. Но сейчас в данный момент сложности не возникают. Почему так же купим? Вот трактор-погрузчик фронтальный тоже на базе «Беларуси». А этот как будто игрушечный мультикар только ждет своей очереди. На городские улицы он выйдет в гололед. Его задача убирать снег и рассыпать по тротуарам песок. Для этого на базе подрядчика уже заготовлены 10 тонн песко-соляной смеси. Наряду с РСОД на городских остановках, тротуарах и переходах трудятся еще четыре подрядчика. С ними заключен муниципальный контракт стоимостью 13 миллионов рублей. Наталья Аскерко, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Сегодня 65 лет бы исполнилось Николаю Кочарову. Экс-главный редактор «Северного рабочего» не дожил до юбилея полгода. 9 июня он умер в своей квартире. Николай Николаевич возглавлял старейшую газету города более 25 лет. О значимых событиях недели смотрите в рубрике «Коротко». С 1 января в России действуют новые правила получения имущественных налоговых вычетов. Теперь при покупке квартир, домов, дач и комнат компенсация части затрат может доходить до 260 тысяч рублей. Ее предельная сумма осталась прежней – 2 миллиона. Имущественный налоговый вычет по новым правилам может быть предоставлен при соблюдении двух условий. Налогоплательщик ранее не получал подобную компенсацию, и документы на право собственности должны быть оформлены после 1 января 2014 года. Раньше при приобретении жилья компенсацию можно было получить только один раз в жизни. И если квартира стоила дешевле, неиспользованный остаток вычета сгорал. По новым правилам остаток вернут, правда, уже при покупке нового жилья. Лекарства, продукты и даже стройматериалы со скидкой. Получать социальные северодвинские пенсионеры теперь будут по новой схеме. Раньше достаточно было предъявить паспорт. Теперь граждане моложе 70 лет в Управлении опеки и попечительства должны предоставлять еще и справку о размере пенсии. Право на получение социальной карты имеют горожане не старше 70 лет с пенсией ниже полутора прожиточных минимумов. Изменения введены из-за отсутствия доступа Управления социального развития к информационной базе пенсионного фонда. Северодвинцы в возрасте за 70 изменения не коснутся. Им для получения социальной карты по-прежнему необходим только паспорт гражданина России. Сразу два редких инфекционных заболевания зарегистрированы в Северодвинске. Из Индии сотрудник оборонного предприятия привез малярию. Другой житель города Корабела вернулся из Курска с корью. Врачи говорят, эти болезни появились в городе впервые за 15 лет. В 90-е история закончилась трагично. Мужчину не удалось спасти из-за несвоевременной постановки диагноза. В этот раз так называемую трехдневную малярию овалию удалось идентифицировать вовремя по анализу крови. Сейчас пациент находится на лечении дома. Заболевший корью также выписан из второй горбольницы. К Северодвинску приближаются крещенские морозы. До минус 30 градусов в ближайшие дни упадет температура воздуха в поморье. Об этом сообщает гидромедцентр. А садится лизопартов в такую погоду северодвинским школьникам объяснили в Управлении образования. Одно сообщение на сайте об отмене уроков знает вся школа. Такая электронная система оповещения сейчас работает в 14-й гимназии. Так называемые электронные дневники и официальные страницы учреждения обновляются каждый день. И если уроки вдруг сократят из-за морозов, сообщения в глобальной сети появятся сразу. Можно какие-то важные сообщения действительно подчеркнуть, поставить, сколько угодно высказательных знаков, красных выделить, любые вещи сделать. В перспективе хотелось бы, и мы эту тему прорабатываем, сделать смс-оповещение. Смс-оповещение там уже родителям. И действительно каждый уже, независимо от того, зашел он в этот день, не зашел куда-то, он об этом уже узнает в любом случае. А вот в учреждениях без интернет-новинок пока приходится руководствоваться показаниями термометра. Родители дошкольников вправе самостоятельно решать, пойдет ли чадо в садик. И заранее предупредить воспитателя. Ученики с первого по шестой класс учатся в мороз до 25 градусов, а с седьмого по одиннадцатый не садятся за парту в минус 30. Всегда там ждут каких-то сообщений, да, отменяются занятия или не отменяются. Этих сообщений ждать не надо. Каждый родитель, значит, он должен понимать, вот сегодня минус 25, у меня ребенок первого класса, я его в школу могу не водить. Температура воздуха принять решение не дает, стоит позвонить в школу. А если ребенок до учреждения в мороз уже добрался, а занятия отменены, домой отправлять его не будут. Занятость школьника обеспечит учитель. Если родители не могут его забрать и не разрешают его никуда отправить в данный период, он остается в школе под присмотром взрослых людей. Значит, школа, если там, допустим, совсем их мало, да, в каких-то классах, школа же может сама определиться, допустим, объединить их там. За температурой в мороз стоит следить и в школьных помещениях. Нижний порог для класса – 18 градусов тепла. Кстати, этой зимой на холод в учреждениях образования пока не жаловались. Большинство школ и детских садов уже получили новые окна. А в этом году стеклопакетами утеплят еще примерно 10 дошкольных учреждений. Наталья Аскерко, Денис Богданов, Вестник Северодвинска. И в продолжение школьной темы сотня лыж на 900 с лишним учеников. Родители школьников жалуются, что им приходится самим приобретать дорогой спортинвентарь в то время как учреждения образования его закупают каждый год. Кому не обязательно тратиться на урок физкультуры, знает Сергей Курбан. Желание заниматься есть, а лыж нет. В этом учебном году для родителей и некоторых первоклассников стало новостью, что школы отказываются выдавать детям на уроки физкультуры лыжи. Люди оказались возмущены тем, что бремя покупки инвентаря ложится на их плечи. Мне кажется, родители должны сами предоставлять. Потому что, естественно, что ребенку нравится выбор лыж, ботинок и так далее. Мне кажется, сам родитель должен обеспечивать ребенка в этом плане. А вот для вас, например, не накладно лыжи покупать? Ну а что делать? Что делать? Все лучше для детей. В 13-й школе, куда в первый класс ходит дочь Марины Зиновьевой, закуплены 120 пар лыж и несколько десятков лыжных ботинок. Но вот выдавать всем девяти сотням школьников на уроке физкультуры лыжи у школы возможности нет. Да и закон руководства учебного заведения делать это не обязывает. Обычно получают перед уроком физкультуру. Они приходят же на перемене и говорят, я забыл лыжи. Можно мне получить? Тогда учитель ему предоставляет лыжи. Есть, которые ребята, например, малообеспеченные, не могут. Но таких ребят мы уже знаем. Они в силу разных объективных причин не купили лыжи. В арсенале 13-й школы в основном полупластиковые лыжи. Большинство, например, старшеклассников предпочитают более дорогие пластиковые. И берут школьные лишь в крайнем случае. Однако ситуация может измениться. По новому закону об образовании лыжи могут перейти в разряд средств обучения. Учебниками мы обеспечиваем, учебными пособиями, соответственно, тоже обеспечиваем. Что такое средство обучения, мы еще пока ждем разъяснений от Министерства образования Архангельской области. На настоящий момент тот порядок, который действует, он не предполагает закупку лыж для нужд всех школьников. Придется ли школам на средства субвенций закупать лыжи для всех учеников, станет известно лишь в феврале. Тогда в управление образования поступит соответствующая информация. Ну а пока родителям предлагают покупать детям собственную лыжную экипировку. Сергей Курбан, Семен Тарасов, Вестник Северодвинска. Будьте в курсе всех событий города и области. 24 часа в сутки на 16-й кнопке в сети МТС и на 4-й в сети Иоанне Телеком работает наш новый телеканал ГТРК. Настройтесь на новое телевидение ГТРК, первый круглосуточный канал в Архангельской области. А сегодня крещенский сочельник, вечер приготовления перед крещением. Слово «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду». Крестил Христа пророк Иоанн. По преданию, когда Иисус вышел из воды, на него в еде голубя сошел Святой Дух, а голос с небес свидетельствовал о нем, как о Сыне Божьем. Сегодня в храмах и на водоемах совершается великое освящение воды. Все о празднике крещения смотрите сегодня на канале ГТРК в программе «Вера, надежда, любовь». Ну а стоит ли нам ждать крещенских морозов, спросим у Антона Чехова. Здравствуй, Антон! Здравствуй, Анна! Конец недели порадует нас относительно теплой погодой. Небесную канцелярию смотрите сразу после коротких анонсов. Далее в выпуске купались голыми и употребляли алкоголь. Заводчане стали героями индийских СМИ. Переодевался, снял сырые плавки, одел шорты. Страховой случай или просто опьянение северодвинец не может вернуть тело отца на родину. Первым днем, да, надо позвонить в страховую агенту медицинскую. За заслуги в Кремль северодвинские школьники побывали на главной елке страны. Мы сидели вот с краешком, но там в середине было просто, может быть, тысячи человек. О метео и астропрогнозах расскажет вам небесная канцелярия. 19 января по данным ГИЗМЕТЕО в северодвинске днем и ночью ожидается до 8 градусов со знаком минус. Пасмурно, небольшой снег. Ветер северо-западный к вечеру сменится на северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится и к вечеру составит 770 миллиметров ртутного столба. Этот день, по словам астрологов, заставит забыть о каких-то неприятных событиях прошлого. Выкинуть из головы мрачные мысли, касающиеся давно минувших дней. Расставаться с ними, быть может, будет не очень приятно, зато эффективно. Настроение значительно улучшится. Посвятите этот день общению с близкими людьми, отдыху и прогулкам. А я с вами прощаюсь и желаю хорошего настроения. До свидания. Субтитры делал DimaTorzok Любимое творение Романа Виктюка Спектакль «Соломея» Чувственность, пластика и энергия От великого режиссера 29 января на сцене Драмтеатра Телефон 54-24-90 Есть новости? Звони! Горячие линии телерадиокомпании «Северодвинск» 8-960-004-07-67 Билайн 8-911-5-50-30-08 МТС Городской номер 50-30-08 Телевидение твоего города Телерадиокомпания «Северодвинск» В эфире «Северодвинск» Итоги недели Мы продолжаем Члены российского экипажа Викрамадити Стали героями индийских СМИ За то, что поставили в неловкое положение Индийских жителей, особенно женщин Сообщает издание «Таймс оф Индия» Журналисты пишут, около полусотни Российских моряков купались голыми На пляже Карвара и распивали алкоголь Прямо на улице Отметим, по местным законам Ходить в обнаженном виде там запрещено Именно в таком виде Предстал перед местными жителями Российский экипаж Викрамадити Как сообщает индийское издание В выходные наши земляки Распивали алкоголь прямо на улице А когда заметили, что их снимают на камеру Не поняли причины и жали руки журналистам Не обошлось и без полиции Людям в форме пришлось разъяснять Местные законы 50 членам экипажа Все они купались на пляже голыми Сообщает Таймс оф Индия Это не их ошибка Это ошибка ВМС Индии Надо было рассказать о местной культуре ВМС Индии необходимо было рассказать Этим людям, что можно, а что нельзя Делать в Карваре Сегодня нам удалось связаться С российским экипажем Ответственный издача корабля Статью назвал провокацией Единственное было нарушение Это три человека закурило на улице Или шли завернутые бутылками пива По улице Никто нас не проинструктировал об этом На городском пляже Соответственно нету кабинок И один человек из 50 В кругу своих товарищей Которые ограждали Переодевался, снял сырые плавки И одел шорты По словам Игоря Леонова На россиян не составлено ни одного протокола Тем не менее, завтра вопрос их поведения Обсудят на совещании В Карвар прибудут представители ОСК И Рособоронэкспорт Умер в Таиланде А похоронить хотят в Северодвинске Житель города Корабелов Пытается вернуть тело своего отца на родину Тот при неизвестных обстоятельствах Ушел из жизни прямо в номере отеля По словам очевидцев Помощи ни туроператор, ни работники гостиницы Вовремя мужчине не оказали Состоится ли встреча Родственников пыталась выяснить Наша съемочная группа Сначала не могли найти родственников Сейчас не знают, что делать с телом На этой неделе Северодвинец Скоропостижно скончался Прямо в номере отеля в Таиланде В городе Паттайя По словам очевидцев семьи из Перми Мужчина должен был покинуть курорт 10 января, но задержался в отеле Он выпивал и с каждым днем Выглядел все хуже 14 января Юрий Проходцев скончался Как сегодня мама мне сказала Что оказывается за отель Деньги у него взяли Последние деньги его забрали Но когда ему было уже совсем плохо Сколько обращались к гиду К отелю Никто помощи никакой не оказывал Говорю, нет Все это не наши компетенции Это не страховой случай Он под алкоголем Вот мужчине было совсем плохо Он уже не вставал Не ел ничего На следующий день сына удалось найти Он хочет похоронить отца в Северодвинске Но не знает, как доставить его тело на родину У туроператора из Москвы Другая версия случившегося Говорят, делали все возможное Чтобы помочь клиенту вернуться домой вовремя Тот не спустился вовремя К трансферу в аэропорт Якобы был в состоянии сильного алкогольного опьянения А через несколько дней ему уже оказывали помощь 13 января туриста доставили в больницу Вечером он вернулся в отель В данный момент решается вопрос доставки тела в Россию Согласно условиям страховки Медицинское обслуживание А также доставку тела на родину При летальном исходе Оплачивает страховая компания Однако, если причиной заболевания Или смерти стало состояние Вызванное алкогольным или наркотическим опьянением Такие случаи страховыми не являются Дополнительная страховка Может быть оформлена от 15 центов в день Это в принципе в среднем выходит 600-700 рублей поездка Дополнительное страхование гарантирует Медицинскую помощь, транспортировку и эвакуацию Стихийных бедствий, репатриации в случае смерти Поэтому, чтобы обезопасить себя на отдыхе Со своей стороны, мы советуем Все-таки не надеяться на авось И перед поездкой воспользоваться Дополнительным страхованием По данным московского туроператора Компания сейчас готовит отчет Об обстоятельствах смерти туристов в Таиланде По словам специалистов Если в крови все же найдут Достаточное количество алкоголя Репатриацию тела придется оплачивать родственникам А это около 150 тысяч рублей Проблемой северодвинцев сейчас занимаются И в российском консульстве в городе Паттайя Полученную информацию мы передали Лично сыну погибшего туриста Наша редакция продолжит следить За ситуацией в Таиланде А представители туроператора Нас заверили Сделают все возможное Чтобы последняя встреча родственников Состоялась на родине Наталья Аскерко, Владимир Богомолов Вестник Северодвинска Празднование Нового года Для северодвинских школьников Не ограничилось местными утренниками Больше 200 детей выехали за пределы области Самым значимым событием для юных жителей Стала поездка на главную елку страны Шести школьникам выпала честь Сводить хоровод в Кремле Для Нины Вашуковой Встреча этого Нового года Стала по-настоящему волшебной Ученица 5-го Б-класса Школы 29 побывала на главной елке в Кремле Ежегодно тысячи школьников Собираются в столице На общероссийском утреннике В этом году от нашей области Поехали 15 человек Шестеро северодвинцы На открытие попали лишь победители Местных и областных олимпиад Там детей было очень много Мы сидели вот с краешком Но там в середине было просто Может быть тысячи человек там были Потому что детей много Там еще танцевали в очень красивых костюмах Представление мне очень понравилось Потому что оно было такое, как в сказке В этом году столичный утренник Прошел по мотивам русских народных сказок Спектакль «Пирожар птицы» Перекликается еще и с главным событием Наступившего года Олимпийскими играми в Сочи После открытия всероссийской елки 26 декабря На утреннике в Кремле Побывали и другие школьники Даша вместе со своим первым А6 школы Успели и столицу посмотреть Мы были на фабрике елочных игрушек И мы делали игрушки И нам сначала показывали, как это делается И потом мы пошли там, где эти игрушки разукрашиваются Программа, конечно, была очень насыщенная Когда мы ее с родителями составляли Мы хотели увидеть Конечно, за один раз все, Москву не увидишь Но хотели увидеть все самое яркое, интересное И мы считаем, нам это удалось Старшие товарищи учеников 6-й школы Ездили в Минск Учащиеся 3-й и 17-го лицея Отправились на родину Деда Мороза Великий Устюг А 22 ребенка из Ягринской гимназии Посетили столицы Прибалтики Также юные северодвинцы На каникулах ездили в Санкт-Петербург, Ярославль И музей Архангельска А некоторые еще не закончили отдыхать Ученики 22-й школы На днях только вернутся из Франции Марина Хохлова, Семен Самигулин Вестник Северодвинска И на этом у меня все Чем удивить нас в следующей неделе Узнаем в понедельник А сегодня также смотрите итоги недели На нашем круглосуточном канале ГТРК Северодвинск Обо всем интересном, что происходит рядом Пишите нам телефон для СМС-сообщений 911-550-3008 Или звоните номер 50-3008 А я с вами прощаюсь До следующих выходных Смотрите нас и все узнаете первыми До свидания Воскресенье 19 января В Северодвинске ожидается Ветер северный, северо-западный Умеренный до 5 метров в секунду Атмосферное давление В течение дня не изменится И составит 770 миллиметров Ртутного столба Пасмурно, небольшой снег Тип погоды второй благоприятный Температура ночью Минус 9-10 Днем от 8 до 9 градусов Ниже нуля Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова